Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас топ компактов 2019 года, но мы будем говорить о 2021 году, потому что основные конкуренты вышли на сцену, и о них мы сегодня поговорим. Я постараюсь не выйти за пределы 150 мм, но будет одно исключение. А к сожалению, чем дальше, тем телефона становится все больше. И поэтому я составляю топ компактов 2019-2020 года, чтобы выбрать самое лучшее из самого лучшего. Топ я буду составлять не к самому меньшему телефону, а к самому сбалансируемому телефону на сегодня. К сожалению, в основном средних сегмент ушел в очень большие экраны, очень большие размеры, и давайте начнем мы с самых-самых бюджета. Пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылочки все в описании, с купонами, со скидками, также там будут ссылки на все эти телефоны. Бюджетник Redmi 7A, сразу же Xiaomi на пятом месте. Интересный телефон, поговорим о характеристиках. Экран 5,45 дюймов, совсем маленький, IPS-матрица, и это HD+, разрешение. То есть совсем небольшое разрешение для этого экрана, 295 ppi. Основной камень у него 439-й Snapdragon. Это, кстати, хороший Snapdragon, 400-й серии, бюджетный Snapdragon, но все-таки новый, обновленный. И видеоскоритель Adreno 505 тоже неплохо себе вытягивает. Версия 2.32 будет выбивать в Antutu примерно 83500 баллов плюс-минус. Неплохой показатель для бюджетника 2019 года. Батарея здесь отличная на 4000 мА баночках. Учитывая, что процессор новый, то она тоже будет держать очень даже неплохо. Основная камера на 12 Мп от компании Sony. Апература f2.2. И камера основная снимать будет Full HD-разрешение. Фронталочка на 5 Мп, слабенькая, но что вы хотите, друзья, бюджетник. Здесь также micro-USB, никакого USB-TPC здесь нет. Миниджек присутствует. И NFC, конечно, нет в этом телефоне, потому что это бюджетник, который стоит 5700 рублей. Это примерно 86 долларов. То есть это телефон до 100 долларов, бюджетник 2019 года. И самое интересное, размеры его. 146,3 на 70,4. Стандартный Redmi, пластиковый корпус. Сложен очень даже неплохо. Узнается в нем ретро-дизайн компании Redmi прошлых годов. Но все-таки немножко обновленные линии и все такое. Стандартный Redmi сюда тоже можно включить. Такие как Redmi 4X, но и некоторые другие варианты. Итак, пятое место Redmi 7A. Далее Samsung Galaxy A40. 5,9 дюймов экран. AMOLED, Super, Full HD+, разрешение 437 ppi. Хорошее разрешение, хороший экран. И AMOLED, в принципе, неплохо. Работает под управлением Exynos 7940. Вы, наверное, также относитесь к Exynos, как и я. Не очень лестно. Видеоускоритель здесь Mali-G71 MP2. И версия 4.64. Память типа LPDDR4X. В Antutu примерно 109 тысяч баллов убивает этот телефон. Плюс-минус синтетика лучше, чем у предыдущего телефона. Но поговорим еще и о минусах его. Не самая большая сторона этого телефона. Батарея 3100 мАч. Основная камера на 16 мегапикселей. F1.7. Также есть широкоугольный угол. И фронталочка здесь просто мощная пушка. 25 мегапикселей. F2.0. USB Type-C есть. NFC присутствует. Минджек тоже присутствует. Цена этого телефона. На Тимоль я нашел его за 18 тысяч рублей. Это примерно 273 доллара. И здесь, конечно, сразу можно ругаться. Потому что цена очень даже большая для этого телефона. Но размеры здесь радуют. 144,3 на 69,1. Это просто мегакомпакт 2019 года. А современный форм-фактор. Капелька сверху. Отличный экран. Крутая селфи-камера. Просто пушка-колотушка. Процессор так себе. Есть, конечно, к нему вопросы. Потому что Exynos не мне решать. Но все-таки не может тягаться даже с Kirin'ами на данный момент. Хотя тоже они в этом отношении очень даже работают и прогрессируют. Я бы сюда включил еще и телефон Samsung Galaxy S10e. Но все-таки это очень-очень дорогой телефон. Компактный. Отличный. Хорошие у него показатели. Но очень и очень дорого. А так, в целом, Samsung Galaxy A40. Очень неплохая альтернатива. Если вы любите компактный телефон, то окей. Это для вас. Третье. Это Huawei P30. Экран 6,1 дюйма. Full HD Plus разрешение. Это AMOLED матрица. 422 ppi. Центральный камень здесь топовый от компании Huawei. Kirin 980. Видеоускоритель Mali-G76. Такой же, как на Redmi Note 8 Pro. Версия 628. Память типа LPDDR4X. И в Antutu убивает 371 тысячу баллов. То есть, ну, очень даже приличные, по сути, флагманские показатели. Батарея на 3650 мАч. Плюс-минус неплохая, учитывая все показатели и компактность этого телефона. Основная камера на 40 мегапикселей. Sony Amix 650 f1.8. Просто круто. Ширик есть или объектив есть. И фронтальная камера на 32 мегапикселя. В принципе, все. Идем по топу. USB Type-C, NFC присутствует. Цена этого телефона 34 300 рублей. Это примерно 516 баксов. Плюс-минус к этому телефону. Вот это минус. Размеры 149,1 на 71,4. Действительно, очень-очень компактный телефон. Флагман во всех отношениях. Но, конечно, уступающий своему ведущему флагману P30 Pro. В основном, в фото- и видеовозможностях. Но все же, очень хороший AMOLED. Премиальные материалы корпуса. Это настоящий флагман 2019 года. Скомпонован. Смотрится очень красиво. Есть определенные грани в дизайне, которые очень интересны. И самый большой минус этого телефона, конечно, его цена. Если бы цена была немножко подешевле, то был бы топчик-перетопчик. Но так, пока он красуется на третьем месте. Второе место неожиданно. Meizu 16S Pro. Перейдем к характеристикам. Здесь 6,2 дюйма AMOLED-экран. Full HD Plus разрешение 400 ppi. И здесь, друзья, центральный камень 855 Snapdragon. Плюсовая версия. Видеоускоритель Adreno 640. Версия 628. И в Antutu этот конь выбивает 464 тысячи баллов. Плюс-минус. В зависимости от версии и все такое. Но, по топчику, друзья, здесь действительно по топчику. Батарея на 3600 мАч. Основная камера на 48 мегапикселей. От компании Sony. iMX 586. Апертура f1.7. Ширкоугольный. Плюс макрообъектив. Все есть в этом телефоне. И также неплохая селфи-камера на 20 мегапикселей. Sony Mix 350 f2.2. USB 3C есть. И, друзья, NFC. NFC Meizu пробила потолок. 2019-2020 год. У компании Meizu во флагмане появился NFC. Друзья, стоит, наверное, похлопать и просто лайкнуть этому видео. Потому что, ну, как бы произошло то, чего мы так долго ждали. Цена этого телефона 28 тысяч рублей примерно. Это 425 долларов тоже примерно. И размеры 151.9 на 73.4. Это единственный телефон, который вышел за рамки 150. Но я объясню, друзья, и поясню, почему я все-таки включил его в этот топ. Во-первых, дизайн, друзья, это классика жанра от компании Meizu. И сами китайцы в этом году признали его самым красивым телефоном на сегодня. Поэтому это супер, экстра, неординарно красивый и фирменный дизайн компании Meizu. NFC, друзья, как мы и хотели, присутствует. И в этом малыше 855 Snapdragon плюсовой версии. То есть просто мега игровой топовый скоростной телефон для 2019 года. У компании Meizu есть только одна проблема. Проблема с обновлениями Flyme OS. Конечно, проблема давняя. И компания Meizu, не знаю, движется в этом направлении или нет. По крайней мере, она стала устанавливать Snapdragon. Если вы вспомните, допустим, пару-тройку лет назад, во флагманах Meizu мы встречали MTK. И это было очень печально и обидно. Ну и первое место. Очевидно, банально, это Mi 9 SE. Здесь по характеристикам экран 5,97 дюймов. Это AMOLED матрица, 432 ppi, Full HD плюс разрешение. Центральный камень здесь 712 Snapdragon. 616 Adreno видеоскоритель. Версия 664, есть 6128. В Antutu плюс-минус набирает 220 тысяч баллов. Батарея на 3070 мАч. Это, наверное, самая слабая сторона этого телефона. Основная камера на 48 Мп, F1.75. Sony MX586. Широкий угол есть у этого телефона. И фронталочка на 20 Мп, F2.0. USB Type-C есть, NFC есть. И менеджека нет в этом телефоне, потому что есть переходничок в комплекте. Цена этого телефона примерно 17200 рублей сейчас на Алиэкспрессе за глобальную версию. Но и примерно он 262 доллара стоит. Размер его 147,5 на 70 и 5. То есть это солидный, доступный и сбалансированный во всех отношениях бюджетный телефон от компании Xiaomi. Действительно, в этом году очень и очень хорошо получилось. Потому что за эту цену вы берете компакт с хорошим процессором, с крутыми камерами. Единственный минус это батареи на 3070 мАч. Но тест на моем канале батареи показал, что даже Redmi Note 8 Pro с батареей на 4500 мАч держится приблизительно столько же, сколько Mi 9 SE. Давайте мы обозначим все телефоны и размеры. Прикинем. Самый дешевый телефон в этом топе это Redmi 7A. Просто очень-очень дешевый. Самый дорогой Huawei P30. Самый маленький из всех этих смартфонов Samsung A40. У него размер 144,3 на 69,1. То есть это мега-мега-мега компактный телефон в этом топе. Самый мощный Meizu 16S Pro и самый сбалансированный Mi 9 SE. Друзья, вот такой топ на 2019-2020 год. Всем хорошего настроения, радости, позитива. Пишите комментарии. Всем пока-пока.